С рабочим визитом в Вологду посетили представители Совета Федерации. В новом микрорайоне Ахмыльцево эксперты оценили, как в Вологде реализуются нацпроекты, демография и жилье и городская среда. Делегация под руководством члена Комитета по экономической политике Юрия Федорова оценила ход строительства детского сада и улицы Возрождения. Сейчас второй этап, 485 метров. На сегодняшний день проложены у нас сети ливневой канализации. На процентов порядка 70 выполнены земляные работы. На половине участка дороги произведена отсыпка земляного полотна ПГС и сейчас ведутся работы по отсыпке щебеночного основания. Сейчас областные и городские власти готовятся войти в федеральную программу с проектом возведения третьего этапа улицы Возрождения. Есть такая федеральная программа, национальный проект, ипотека, доступное, комфортное жилье. Заявляемся и на третий этап, и на пристройку в 30-й школе. Эта дорога откроет путь к новому детскому саду, а в будущем – школе, парку и храму в честь святителя Спиридона Тремифунского. Социальные объекты появятся в ближайшие годы при финансовой поддержке федерального областного городского финансирования и самих волокжан. Садика будет, школа будет, что еще будет из социальных объектов? Здесь вот дальше парк, здесь церковь. Парк очень важный, потому что бываем в разных регионах, и вот новые микрорайоны, абсолютно ни одного нет дерева. Вид на пока еще чистое поле открывается из окон нового детского сада на улице Возрождения с бассейном на 350 мест. Отделочные работы завершены на 90%. Две бригады занимаются благоустройством территорий вокруг. Подрядчик набирает темпы, чтобы сдать учреждение в июле. Всего в Вологде в ближайшие три года появится 8 садов в рамках проекта «Демография». Финансовое обеспечение из трех уровней бюджетов. Поручения данные губернатором Олегом Кувшинниковым на градсоветах. Четыре садика, которые выстроены, сейчас там какая стадия? Проектирование, конкурсная процедура. Четыре стройки, два садика фактически сейчас выходим. Зашли замечания у сорня и два фактически еще выходим. На третий объявили аукцион на привязку, а на четвертый мы готовим. Оценка темпов реализации нацпроектов – это приоритет на задачи для представителей Совета Федерации, которые работают в Вологодской области. О национальном проекте здравоохранения речь шла в городской больнице номер один на Советском проспекте. В этом году уже провели аукционную закупку двух компьютерных томографов. Один 16, четырех средний, второй 16. Ну и естественно круглый осуществ. Всего в 2019 году здесь появится порядка 10 новых современных аппаратов. Закупка оборудования и ремонт помещений проходят в рамках губернаторской программы «Здоровье Вологодчины». Водвижение подобных региональных инициатив отметил Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, который посетил ремонтируемое хирургическое отделение. Подобная практика призвана решать актуальные социальные проблемы. Наша основная цель, это, еще раз повторюсь, это, в общем, содействовать регионам в выполнении нацпроектов, достижениях тех показателей, которые там заложены. Это непросто. Это для всех регионов проблемы, в общем-то, они близки и с лекарственным обеспечением. И вот о чем я говорил, с кадровыми, с кадрами и с оснащением современным оборудованием. Ремонт в первой хирургии идет по графику. Объем выполнен на 50%. В некоторых кабинетах и палатах залиты полы, выставляются перегородки. К сентябрю здесь заменят электрику, установят свежую сантехнику. Комиссии, которые сейчас работают в городе в нескольких лечебных учреждениях, они вынесут какие-то определенные замечания совместными усилиями с Департаментом здравоохранения, с правительством области. Думаю, найдут определенные решения, которые как-то улучшат взаимодействие, маршрутизацию, оказание экстренной плановой помощи, лекарственной обеспечения. Все это, конечно, многогранная такая тема. Но я думаю, что будут определенные выводы, которые позволят нам улучшить оказание помощи нашим пациентам. Еще одним пунктом рабочего выезда представителей Совета Федерации стал жилой дом, построенный в Вологде в 2017 году. по индивидуальному проекту для переселенцев. 86 семей получили ключи от квартир в многоэтажке на окружном шоссе 22. Дом оборудован необходимой автоматикой для обеспечения жизнедеятельности. То есть, с одной стороны, экономная, с другой стороны, все пожелания выполняются. Здесь газа нет, да? Нет, здесь газа нет, здесь электричество. Члены Совета Федерации пообщались с жильцами, с представителями власти, обсудили перспективы реализации новой программы по переселению из аварийного жилья. 542 дома, это порядка 118 тысяч, это тысяча квадратов. Когда вы закончите программу эту? Через 5 лет. Через 5 лет, в 24-м году, да. С 2009 по 2017 годы в Вологде построили 31 многоквартирный дом. 703 квартиры приобретено в домах-новостройках. Строительство муниципального жилья для переселенцев может стать хорошим примером для других регионов, считают эксперты. Мария Кудрякова, Игорь Алюшин, Волок ДРФ.